Сегодня мы хотим поднять очень важную тему на рынке Краснодара. Это черные риелторы и основные схемы развода. Почему именно в Краснодаре участились подобные случаи и как же все-таки вычислить того самого честного риелтора? Краснодар неспроста является самым распространенным городом для переезда. Ведь именно на юге каждый хочет обустроить свое семейное гнездышко. Климат, овощи и фрукты в неограниченном количестве, возможность покупки дешевого жилья. Что еще нужно для счастливой жизни? Но именно в этом и кроются подводные камни южного рынка недвижимости. Дешевого жилья у нас попросту нет. Что же не так с этим лакомым кусочком? Давайте разбираться вместе. Когда человек решается переехать в другой город и уж тем более перевезти за собой семью, что он делает в первую очередь? Ну конечно же, вбивает в поисковике запрос «недвижимость в Краснодаре». И как вы думаете, что же он здесь видит? Это не сайты с проверенными компаниями, а сайты с фейковыми объявлениями. Как вы думаете, почему так происходит? Актуальный вопрос. А все дело в том, что по статистике прошлого года 90% квартир, выставленных в продажу, просто-напросто не проверены. Такую схему развода мы называем «покупка кота в мешке». Представьте себе, приезжаете вы такой из другого города, гордый, с женой, которая любит вас пуще прежнего, с детьми, которые полны надежд, и с котом, который готов и эту квартиру сделать своей. Но никакой квартиры за миллион в центре нет и в помине никогда не было. И все, что вам остается сделать, это принять предложение первого попавшегося риэлтора, а еще хуже того самого, который вам эту квартиру и подсунул. И если же вы из тех людей, кто привык обо всем договариваться на берегу, тогда я расскажу вам еще об одной излюбленной схеме развода, которая называется «липовый список». Представьте себе, вы приходите в агентство и говорите, что хотите ознакомиться со всем списком возможных вариантов, и вам его предлагают за определенную плату. Что же может быть опасного в этом случае, спросите вы, но даже в столь незначительной услуги вас могут обмануть. Не так страшно, как в первом случае, но все же неприятно. Но не думайте, что все риэлторы такие бессовестные и хитрые. Они еще и очень аккуратные. Следующая схема, о которой я хочу рассказать, выглядит следующим образом. Риэлтор находит для вас подходящий вариант и договаривается с собственником о том, чтобы увеличить стоимость квартиры на 50, 100, а то и 200 тысяч рублей. И если вы клюете, то разницу он забирает себе в кармашек. Как вам такая схема? И именно поэтому стоит вести все переговоры с собственником лично. Не нужно перекладывать всю ответственность на риэлтора. Помните, в риэлторском договоре обязательно должна быть прописана стоимость услуг. А если агент берет с вас аванс, то он обязательно вам должен выдать расписку. Помните, деньги любят счет. Дайте Оскар. Так мы бы назвали следующую схему развода, которая является самой распространенной. Представьте себе ситуацию. Прежде чем вам покажут ту самую квартиру, вас будут водить по похожим вариантам. Правда, в убитом состоянии. Как правило, это 5-7 вариантов, которым так и хочется сказать. Дайте Оскар за самую драматическую роль. В конце концов, вы окончательно разочаруетесь и станете более податливыми к принятию решения. И тут, о чудо! Вам предлагают вариант, который подходит всем вашим требованиям. И не только вашим, если вы понимаете, о чем я. Он просто был в запасе и вам его показали в нужный момент. И, наконец-то, самая сложная схема развода, которую порой не вычисляют даже самые опытные покупатели, это когда вам пытаются впарить квартиру с проблемными документами. В большинстве случаев вы об этом узнаете только тогда, когда собственник подаст на вас в суд. И сделку просто-напросто аннулирует. Что же делать в таком случае? Ну, конечно же, проверять компанию перед тем, как доверить ей столь важное дело по вопросу поиска и выбора квартиры.